Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и да, у меня новая футболка. Ну как, нравится? Спасибо странице Мемистан на Фейсбуке. Знаете такую? Интересно, какие еще новые перлы, новые идеи для футболок подарит нам новый созыв парламента? Выбор это уже через неделю? Ну, давайте что ли к новостям. До выборов осталась всего неделя. Уже решили, за какую партию отдадите свой голос. Помним, что вариант против всех совсем не вариант, потому что выгоден провластным и олигархическим партиям, потому что отнимает возможные голоса у тех небольших партий, у которых нет ни админресурса, ни чрезвычайно честно заработанных огромных денег. И, собственно, крупным партиям многое сходит с рук. Многочисленные зафиксированы нарушения, сообщения о подкупах и ничего, и двигаются дальше. А в минувшие выходные общественность возмутили слова лидера партии «Беремдик» Марата Аманкулова. Выступая в Москве, он заявил следующее, цитирую. «30 лет нашей независимости показали, что пора уже одуматься, пора уже возвращаться. На территории Евразийства сувереном может быть государство, только объединенное. Возвращаться куда? В Советский Союз? В смысле возвращаться? Меня терзают смутные сомнения. Сначала бывший посол заявляет о том, что неплохо бы присоединиться к Российской Федерации, а потом вдруг отпрыгивает от своих слов и говорит, что не-не, он вообще не это имел в виду, он просто это не его слова даже. Он озвучил настроение, которое ходит среди кыргызской диаспоры в Москве. А потом появляется видео с высказыванием лидера провластной партии, и опять оправдание из серии «Меня не так поняли», слова вырваны из контекста. Хм, а как еще можно понять эту фразу «пора возвращаться» и «на территории Евразийства суверенным может быть государство, только объединенное?» Мне вообще здесь видится какое-то расхождение с логикой. Ну, потому что вот давайте обратимся к понятиям «суверенность» — это что? Суверенность — это независимость, закрепленная на государственном уровне. Когда у государства есть свои охраняемые границы, свой основной закон стороны Конституции, свои другие законы, свои государственные институты, президент, парламент, и вот это вот все свое, и все это действует исключительно в рамках интересов этого суверенного государства. А лидер провластной партии говорит, что суверенным может быть только государство объединенное. Это вот вообще как? Ну, в общем, многих возмутили эти высказывания, и накануне в Бишкеке прошел митинг в поддержку независимости Кыргызстана. И участие в нем, помимо простых людей, приняли еще девять политических партий. Заявление лидера партии «Беремдик» Марата Аманкулова наделало немало шуму. Он фактически подверг сомнению ценность независимости страны. Свою идеологию, философию нашей партии – это евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни независимости они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Марата Аманкулова назвали национал-предателем. Тысячи пользователей соцсетей, среди них политики, активисты и журналисты, в довольно жесткой форме осудили лидера джейнбековской партии «Беремдик». Позиция Аманкулова и вообще «Беремдика» напоминает мечту барана о пастухе, который будет его пасти, охранять от волков, держать в теплом хлеву, кормить отрубями и вкусным сеном. Но барану не понять, что пастух будет сбривать его шерсть, и в итоге будет съеден пастухом самим. Чтобы успокоить народ и чтобы впредь ни один человек даже не подумал ставить под сомнение суверенитет Кыргызстана, Марат Аманкулов должен написать заявление о выходе из списка партии. Также его должны вызвать в ГКНБ для дальнейшего рассмотрения ответственности. Устами Марата Аманкулова партия заявила, что ее деятельность направлена на подрыв суверенитета государства Кыргызстан. Необходимо дать юридическую, моральную, общественную оценку заявлению Марата Аманкулова. Необходимо установить всех членов делегации Джигуркукинеша, присутствовавших на этом саммите. Дать моральную оценку их молчанию в отсутствии попыток дезавуировать это беспрецедентное заявление. Марат Аманкулов попытался оправдаться. Это чистейшая воды провокация, вырванная из контекстов и подана под негативными комментариями. Пользователи Твиттера уличили Аманкулова во лжи. Он сказал, что скандальное видео снято в прошлом году. На самом деле это не так. Видео записано в феврале. А вот и доказательства. Словом, в оправдание лидера Беремдика мало кто поверил. Говорят, вырвано из контекста. Какие слова до и после могут оправдать измену родине? Не поленился, посмотрел видео речи Марата Аманкулова. Что сказать? Это никакая не ошибка, никакая не провокация. Это специальная акция, выборная, для русскоязычных избирателей и граждан преклонного возраста. И для Кремля. Типа мы ваши. Это подло. Так говорить о своей стране. Погуляли на свободе и хватит, пора назад. И говорит, это лидер самой амбициозной партии. Партии власти. Ибо там в кандидатах родной брат президента. Если партия хочет остаться в глазах народа чистой, ей следует отозвать кандидатуру Марата Аманкулова. Закон позволяет такое. Аманкулов подобные речи, как выясняется, произносил не раз. В сети появилась запись, как он уже в кругу каких-то непонятных экспертов, в кавычках, намекает о необходимости присоединения Кыргызстана в состав других государств. Прошло 30 лет. Было время, когда пережить что-то, успокоиться. Может быть, я слишком громко скажу, но вот эта эпоха Советского Союза для нас, для Кыргызстана, для Кыргызстана, это был ренессанс, я так думаю. Культурный прорыв. И, наверное, вот где-то в ту сторону нужно сейчас нам стремиться. Кыргызстан! Ол-Ти-Гест! Кыргызстан! Ол-Ти-Гест! Кыргызстан! Возмущенные люди вышли на акцию протеста. Сейчас мы видим, что партия Беремдык делает все, чтобы узурпировать власть, делает все, они готовы продать нашу независимость, лишь бы удерживать эту власть. Они говорят нам, что мы были 30 лет независимыми, и мы не заслуживаем этой независимости, потому что у нас не получилось. Но не получилось у них, не получилось у них, это они, это у них растут руки не из того места. Беремдык не зря называют президентской партией, в ее рядах родной брат главы государства Аслбек и десятки других приближенных к Чейнбековым людей. И официальная хроника президент суверенной Кыргызской республики Сорумбай Чейнбеков вылетел в Сочи для переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщается, будут обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Очень информативно. Благодаря вам нам удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Я благодарен России также за поддержку граждан Кыргызстана, которые проживают в Российской Федерации. И возвращаясь к выборам. Глава Центральной избирательной комиссии Нурджан Шалдабекова пытается прикрыть инцидент возможного подкупа избирателей в селе Четнура на Рынской области. Уверен, член ЦИК Атыр Абдрахматова. Еще 30 августа в соцсетях появилось такое видео, где, как предполагается, кандидат от партии Беремдик Азамат Мусурканов, возможно, подкупает главу Аилок Мату в селе Четнура. Тогда же видео отправили в правоохранительные органы и ЦИК, но реакции никакой не последовало. Пока правоохранительные органы и ЦИК затягивали рассмотрение вопроса, кандидат от партии Беремдик подал в суд на главу Аилок Мату, что якобы тот распространил заведомо ложную информацию. Но Конституционный закон о выборах депутатов Джигру Кукинеша Кыргызской республики обязывает правоохранительные органы и ЦИК решать все нарушения в избирательном процессе в течение пяти дней. И гражданско-правовой спор участников инцидента никаким образом не может быть фактором для затягивания принятия мер в отношении кандидата. Вот вообще не удивлюсь, если эта партия еще и в парламент пройдет. А еще в минувшие выходные обсуждали новый агитационный ролик партии Вербол. Странно, но какой-то получился. То ли избиратели держат за пещерных людей, то ли показывают, в какой момент времени остановилось развитие мозга отдельных кандидатов. Непонятно. В общем, смотрите сами. И я так-то не против креатива вот вообще ни разу, но он ведь должен быть оправданным, а так совсем непонятно, что хотели сказать этим кикакакакуку. Что это вообще такое? Но с другой стороны, выделились из общего ряда однотипных видеороликов других партий. Программы партии тоже за редким исключением, очень редким исключением, отличаются разнообразием. Обещаний много, а насколько они вообще реализуемы? Давайте попытаемся выяснить, выполнимы ли обещания партии, которые они щедро раздают доверчивому электорату. Ответ на этот вопрос нет и еще раз нет. Речь о большинстве обещаний. Они пока у власти джейнбеков не осуществимы в принципе. Объясню почему. Республика обещает ликвидировать АКС и ГКНБ. Скажу по секрету, это невозможно. Просто потому, что для этого крайне важно наличие политической воли у руководства страны. Срома джейнбеков ни одну из этих структур упразднять не собирается. Он наоборот их усиливает. Интересно, как республика собирается уничтожать ГКНБ как орган, если это единственная опора президента? Республика пошла дальше и пообещала вовсе ликвидировать институт президента. Хотелось бы посмотреть, как на эту новость отреагировал Сарумбай Шарипович. Он-то собирается руководить страной как можно дольше. Идем дальше. Микеным-Кыргызстан обещает сократить количество депутатов вдвое. Идея-то, конечно же, вредная и популистская, но слабо верится, что Матраимову пойдут на такой шаг. Они и так контролируют все и вся. А еще Микенымовские обещают сократить количество госслужащих на 9 тысяч, ликвидировать институт полномочных представительств. Такие обещания дают уже 30 лет. А толку? А вот это из серии миссия, ну, совсем невыполнима. В городах школьный автобус станет гарантией безопасности учеников. Родителям не нужно будет возить детей в школу, попадая в многокилометровые дорожные пробки из-за огромного числа автомобилей на дорогах. Каждой школе придется купить по десятку автобусов, ведь детей придется забирать из разных точек города. А еще эти автобусы надо обслуживать, покупать бензин, платить зарплату водителям. В бюджет такие траты вряд ли выдержит. За каждого новорожденного по 60 тысяч сомов. Такое обещание дала партия Кыргызстан. К слову, не в первый раз. Пять лет назад партия обещала выплачивать Сюенчу в размере 50 тысяч сомов. Ну и где они? Чонказатовцы хотят внедрить институт народного Курултая. Партия реформы обещает значительно сократить полномочия президента. Микенчиль грозится возродить мажоритарную систему выборов и вернуть смертную казнь для чиновников. Иримдик носится со своей идеей евразийства. Там вообще полная каша. Словом, обещания сыплются, как из рога изобилия. Но избиратель должен понимать, чтобы осуществить все это, нужно А. Много денег. Нет, не так. Нужно очень много денег. Б. Получить абсолютное большинство в парламенте. И. С. Иметь смелость бросить вызов президенту и пролоббировать свои проекты. Все эти три пункта невыполнимы в принципе. Особенно с учетом того, что клан Джейнбековых только усиливает свое влияние и сдавать позиции не собирается. А партия Республика такое ощущение решила использовать для своего продвижения труд волонтеров и врачей. Но вот есть же возле Азиамола так называемая аллея звезд. И открыли там, значит, вчера звезду, посвященную волонтерам и врачам за их труд в период борьбы с коронавирусной инфекцией. На этом мероприятии, помимо певцов, засветился и Амурбек Бабанов. Фоточки оттуда, видео, как он в открытии участвовал. Красиво, да? Музыка такая, пафосные речи. А у меня перед глазами стоит студентка медицинской академии, погибшая в его клинике, Одинай Морзобекова. Погибшая потому, что в клинике не оказалось нужного оборудования, чтобы ее спасти. А теперь вот музыка, пафосные речи, звезда эта. И вот такая фотография появилась сегодня на странице партии Республика. Вчера открытие звезды медиков и волонтеров возле Азиамола. Сегодня один из кандидатов партии Руслан Казакбаев вместе с основателем партии Амурбеком Бабановым и подпись «Наш путь, путь вперед, добро пожаловать, Амурбек Токтогулович». Пользователи сетей сделали вывод, что эта Бабанна возвращается в большую политику. А я делаю вывод, что в борьбе за мандаты в парламенте партии используют все. Что там какая-то звезда на аллее? А еще вот о чем думаю. Помните или нет, во время предвыборных дебатов тогда еще кандидат в президенты Сорон Байджинбеков говорил такому же кандидату в президенты Амурбеку Бабанову, что будет бороться с коррупционерами. И начнет с него, с Бабанова. Но как-то что-то слово своего президент не сдержал, что, впрочем, неудивительно. Зато вот спустя три года президентство, наконец, определился стратегией борьбы с коррупцией. Подписал указ, утвердил государственную стратегию борьбы с коррупцией и ликвидации ее причин в Кыргызской республике на ближайшие четыре года. То есть вот раньше он просто с коррупцией боролся, а теперь вот еще и стратегия появилась. Вот так вот. Ситуация ухудшается. Спасибо всем, кто так или иначе этому способствует. В общем, друзья, нет настроения. Ковид вовсю начался на югах. Нехватка, опять же, анестезиологов, реаниматологов в Баткене, Кадамджае. Ож вспышка ковид. С таким прогнозом ожидается как раз к окончанию выборов. К числу 10-15 октября вспышка у нас. Вчера совершала пешую прогулку по Дубовому парку. Проходила мимо памятника солдатам Великой Отечественной войны у Вечного огня. Вы знаете, там целые свадебные кортежи с кучей народа, без масок, без дистанций. И таких свадебных кортежей выстроились на поклонах памятнику по традиции куча. Опять красные зоны, опять крайне тяжелые больные, опять смерти, Опять гипоксия, опять жить в тюрьмах, гостиницах с церберами, охранниками, Опять уходить из семей. Ничего неохота делать. Особенное, просто вот особеннейшее спасибо кандидатам в депутаты. Какой-то театр абсурда получается. Нет, ну смотрите сами. Школы у нас закрыты. Ну, ходят только первоклашки учатся, да? А так-то школы же в принципе не работают. В принципе. А в это же самое время партии собирают просто толпы народа на своих агитационных встречах. И еще вот штрафуют рестораны, кафе за несоблюдение санитарных мер, Если там соблюдаются более 50 человек. А в это же самое время, опять же, партии проводят свои агитационные встречи, На которых толпы людей, и никто их за это не штрафует. Как так-то? ПЕСНЯ А нам все равно, а нам все равно, Станем мы храбрее и отважнее льва, Устоим хоть раз в самый жуткий час, Все напасти нам будут трын-трава. И впервые за 20 дней в Кыргызстане зафиксирована смерть от коронавируса в Оржской области. Детали, кем был этот человек, сколько ему было лет, Какие еще были сопутствующие заболевания, возможно, и были ли они или нет, не сообщается. А еще за сутки 104 новых случаев заражения коронавирусом и пневмонией. В крайне тяжелом состоянии 13 человек. Больше всего новых зараженных в Баткенской области 37. Теперь в Баткенской области введены ограничения. Прекращены движения транспорта между районами и областями. Прекращена также работа городского транспорта. Приостановлена работа скотских рынков в мечетях. Временно прекращено чтение пятничных молитв. То есть запрещено опять приходить на молитвы в мечети. Да, опять. Введен жесткий контроль и соблюдение масочного режима. И Минздрав надеется, что имеющихся больниц и тех больниц, которые еще пока строятся, хватит в Кыргызстане для того, чтобы пережить, справиться со второй, возможно, волной коронавирусной инфекции. Карантин пока вводить не будут. Введение карантина в масштабе страны – это всегда такое ответственное и достаточно емкое мероприятие. Оно вводится при инфекционных болезнях для того, чтобы подготовить систему здравоохранения для работы в условиях эпидемии или пандемии. Этот процесс у нас прошел, когда в марте месяце мы вводили эти карантинные мероприятия. То действительно мы сдержали, растянули эпидемию, дали возможность подготовиться нашим организациям здравоохранения. Серьезно что ли? Вы как? Заметили эту подготовку? Я вот помню только речи о том, что всего хватает, в том числе хватает СИЗов для медиков и больниц, вообще мест для больных, а потом, что мы получили потом. И сейчас опять МИЗДРАВ говорит о том, что всего хватает. Но будем надеяться? Ответили и на вопрос по поводу возобновления традиционной формы обучения в школах. Говорят, что рассматривается вопрос возобновления традиционной формы обучения для учеников со 2 по 6 класс. И то с оговорка, если будут соблюдаться масочный режим и дистанция. А еще также озвучили статистику по заболеваемости коронавирусом и пневмонии среди детей. На 1 сентября 2020 года, если взять статические данные по COVID, то на 1 сентября среди детей до 14 лет всего зарегистрировано 1254 детей. В том числе до 1 года 123. От 1 года до 6 лет 434 случая. От 6 до 14 лет 697 детей. Если взять статистику по заболеваемости пневмониями, то в прошлом году, если она составляла 1568 случаев, то в этом году она наполовину меньше. В Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по разработке клинического протокола по диагностике и лечению мультисистемного воспалительного синдрома. Или по-другому еще говорят синдром Кавасаки. Для лечения наших детей подготовлено 5 детских стационаров. Это Национальный центр охраны материнства и детства, Детская клиническая больница скорой помощи города Бишкек, Ожская межобластная детская клиническая больница, Харасуйская детская больница и, конечно, наша Республиканская клиническая инфекционная больница. Также на местах на базе территориальных больниц развернуты все детские отделения. И общее количество детских коек на сегодняшний день составляет 2356 коек. Что такое синдром Кавасаки? В группе риска дети дошкольного возраста и те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Синдром Кавасаки опасен тем, что поражает многие системы организма, в том числе легкие, и может привести к инфаркту. В Кыргызстане пока не были зарегистрированы дети с синдромом Кавасаки. Ну и да, бдить стоит, но паниковать точно не стоит. Суть заявления Мездрава в том, что вот раньше, которые были протоколы лечения коронавирусной инфекции и пневмонии в Кыргызстане, они не включали протокол лечения детей с синдромом Кавасаки. А теперь вот пересмотрели все имеющиеся протоколы и включили туда протокол, в том числе лечения синдрома Кавасаки. Так что вот отчитали, что вот мы все подготовились, все сделали. И который день очереди у авиаказ? Около 500 уроженцев Кыргызстана пытаются в эти дни вернуться в Россию. Официальные рейсы доступны с 21 сентября, но билетов до сих пор не достать. Все билеты авиакомпании «Авиатрафик» уже распроданы, уральские авиалинии не продают билеты, надеются только на «Аэрофлот». Каждый день официальный офис компании штурмует тысячи. Они встают в очередь с раннего утра. До сегодняшнего дня они просто стояли в очереди, а затем уходили домой. Билеты не продавали. Сегодня утром началась розничная продажа билетов, но в очереди с утра уже 500 человек. Многие пытаются вернуться на заработки, а кто-то просто хочет увидеть свои семьи. И позитивная новость. В Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи по линии Европейского фонда борьбы с онкологическими заболеваниями прибыл цифровой передвижной маммограф, единственный такой в республике. Редактор субтитров А.Семкин Вот такие новости и больше новостей читайте на нашем официальном сайте april.kyg. А еще у нас есть страница в инстаграме, куда можно подписаться, если вы вдруг еще не подписались. И также нас можно поддержать финансово. Будем очень благодарны за поддержку. Номер Эль Сома на ваших экранах. Спасибо вам огромное за поддержку. Всем добра. Пока. Пока.